МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улететь не получится. В аэропорту таможенники разворачивают должников. Безопасный подъем. По программе капремонта в регионе меняют лифты. Для тех, кто по жизни загулял. В Самаре работают три мятпункта, где приводят в чувство пьяных горожан. Уникальный матч на стадионе Самара-Арена. Ветераны крыльев-советов отметили день рождения футбольного клуба. Бомбардировщики в небе и парадные расчеты в едином строю. На площади Куйбышева прошла первая сводная репетиция Парада Победы. Пока в тренировке не принимала участие только военная техника. Ночью ее перевезли в Самару. Что горожане увидят в День Победы, расскажет Марина Кравцова. Это первая репетиция парада на площади Куйбышева. И все пока выглядит не столь торжественно, как будет 9 мая. Военные не в парадной форме, а в повседневном обмундировании. Но даже первая репетиция собирает огромное количество зрителей. Центральные трибуны заполнены практически полностью. Трибуны уже смонтированы по всему периметру площади. И 9 мая увидеть парад смогут около 26 тысяч жителей и гостей Самары. Все как один строевой шаг отработан к параду. Готовое осталось пройти все на местности. Большое количество трибун ограничивает передвижение по площади. Парадные расчеты выстроились в единую линию. Она протянулась от улицы Красноармейской практически до Вилоновской. Кроме того, на репетиции точно рассчитывают и траекторию движения машин. По площади Куйбышева проезжают две «Волги» с открытым верхом. В них командующий и принимающий парад. Машины особенные на одной госномер 1941, на другой 1945. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы Великой Отечественной войне. Ура! Даже на репетиции чувствуется торжественность момента. Свою роль играет и место, которое помнит героические страницы истории. Здесь состоялся в ноябре 1941 года военный парад, который позволил Советскому Совету заявить о себе. Каждый военнослужащий почувствует свою причастность к этому празднику. И его отличная строевая выучка докажет, что он достойный защитник Отечества. Эмоции переполняют зрители. Люди просто не могут пройти мимо. Я спокойно не могу отнестись к этому дню. И мне было очень интересно посмотреть репетиции парада. Трогательно очень. Мне понравилась вот эта незабываемая атмосфера. Это для меня особенный праздник, потому что оба деда у меня воевали. То есть это всегда такая гордость за свою семью, за свою страну. В День Победы в парадном строю пройдут больше 1700 человек. Впервые наравне с военнослужащими 2-й гвардейской армии, сотрудниками МЧС, войсками Национальной гвардии и других силовых ведомств промаршируют и юноармейцы. В первой репетиции не участвовала лишь колонна военной техники. Танки и тяжелые ракетные комплексы прибудут в Самару ко второй репетиции. Всего в механизированной колонне на параде будет около 30 машин. А над площадью пролетят бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Тем, они уже подключились к совместным тренировкам. Вслед за военным парадом 9 мая пройдет техника времен войны в колонии военно-патриотических клубов. А после на площадь выйдет многотысячный бессмертный полк. Бессмертный полк в это время будет строиться на улице Молдогвардейской, границе улицы Некрасовской до улицы Ленинградской. И любой желающий может принять в нем участие. При этом, чтобы принять в нем участие, достаточно взять в руки портрет того человека, подвиг который вы чтите. На площади Куйбышева 9 мая будет и выставка военной техники, и любимая многими солдатская каша. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Армия Победы прибыла в Самару. Агитпоезд встречали на железнодорожном вокзале. Это целый состав с представителями российской армии, музеем и концертной площадкой. Участники проводят праздничные акции в преддверии 9 мая. К 72-й годовщине Великой Победы два поезда двинулись навстречу друг другу. Западный и восточный границ Центрального военного округа. Как проходила встреча победного состава, расскажет Олеся Корецкая. Поезд Армия Победы прибывает на первую платформу. Его встречают военные, курсанты кадетских училищ и классов, горожане. Агитационный состав идет из Пензы через Уфу, Самару, затем на Урал. На остановках дают концерты. Однако в ходе движения поезда люди мало то, что такое современное селфи делали. Некоторые стоянки категорически, стойте, открывайте ворота, давайте концерт. Даже вот такие маленькие дети, второклассники, третьеклассники, спать не ходили, все прибывали на поезд Победы. В агитационном поезде Армия Победы 2017 работает целый вагон музея военной и исторической техники и вооружения. А также экспонаты стоят прямо на платформах. И центральный из них знаменитый советский танк Т-34. Рядом с легендарным народным мстителем, зенитная установка и гаубица, а также образцы современного вооружения. Экспонаты все подлинные, коллекция подбиралась долго и тщательно. Фотографии, документы, оружие холодное, огнестрельное, это все подлинное, все времен Великой Отечественной войны. Оно интересное и ветеранам, и первое, и молодежим, что можно посмотреть, потрогать руками вещи, которые прошли войну. На передвижной сцене выступают артисты государственного ансамбля «Волжские казаки». Исполняют песни военных лет. Полное погружение в атмосферу Победного мая 45-го. Это очень хорошо. Нашу молодежь сейчас надо встряхивать, показывать им, что им обеспечили наши предыдущие поколения. Армия Победы едет двумя поездами. Второй состав идет из Иркутска. 5 мая они встретятся на вокзале Екатеринбурга. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Более 15 тысяч жителей региона не имеют права выезжать за границу. Из-за долгов, превышающих 10 тысяч рублей. С начала года с четверых из них запрет сняли прямо в аэропорту. На майские праздники в Курумче дежурят судебные приставы, которые помогают людям проверить, есть ли у них долги, из-за которых придется отложить отдых за рубежом. О чем нужно позаботиться, отправляясь в жаркие страны, знает Алина Чемерес. Уже через несколько часов они будут нежиться на турецких пляжах. Десятки пассажиров ждут вылета в Анталью. Чтобы провести отпуск по ту сторону Черного моря, важно расквитаться с долгами на родине. Иначе можно стать невыездным. Чтобы помочь жителям благополучно отдохнуть, в аэропорту Курумыч дежурят судебные приставы. Их задача проверить, есть ли у людей долги свыше 10 тысяч рублей. В помощь онлайн-сервисы. Дмитрий Афонин подсуетился заранее, погасил все задолженности и штрафы. И теперь спокойно летит отдыхать. Если не пустят, это путевки недешевые сейчас. Задолженность 20-30 тысяч, если у кого-то есть, это вариант. Я считаю, это нужно. Госуслуги, мне кажется, это прорыв, который позволяет смотреть все абсолютно на месте. И так заплачивать тоже. Все очень удобно. Акцию «В отпуск без долгов» самарские приставы начали проводить в этом году. Сотрудники ведомства дежурят в аэропорту в периоды, когда люди массово собираются за границу. В новогодние праздники сняли запрет на выезд с трех путешественников. В майский показ одного. У знакомых были случаи, когда вот оказалось здесь сюрпризом. Так вот у меня девушка одна не улетела. Друзья улетели, она осталась за штрафа неоплаченного какого-то. Поэтому я очень боюсь и проверяю. Обычно, чтобы погасить долги и снова получить право выезжать за границу, требуется 10 дней. В аэропорту эта процедура занимает от трех часов. Если долг уже погашен, но информация об этом еще не внесена в базу данных, отправляясь в поездку, важно взять с собой все подтверждающие документы и показать их приставам. Проблема решится на месте. Но все же жителям советуют самим заблаговременно проверять, есть ли у них долги. Сделать это можно на сайте госуслуг, службы судебных приставов или через мобильное приложение. Мобильное приложение ФССП, благодаря которому можно не только узнать о своих задолженностях, проверить себя или своих родственников на эту задолженность, но и подписаться. В таком случае, если вдруг вы получаете уведомление, вы сразу знаете о том, что у вас есть какая-то задолженность. И принять меры вы можете оперативно, не дожидаясь часа Х, когда вы можете уже не вылететь за границу. Сейчас тех, кто не имеет права выезжать за рубеж, в регионе более 15 тысяч. Если кто-то из них на майские праздники вдруг решит покинуть страну, долги по исполнительным производствам нужно погасить в полном объеме. Судебные приставы будут дежурить в аэропорту до 9 мая. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Альянс металла и пластика, высоких технологий и искусства. В Самарском техническом университете продолжают экспериментировать с 3D-принтером. Печатают модели для отлива архитектурных деталей. И уже приступили к работе над запчастями штурмовика Ил-2. Самолет после ремонта вернут на московское шоссе. Как идет процесс, увидела Мариана Мирная. Визир, выхлопные патрубки и пулемет – редкая штучная работа. Каждая деталь восстановлена в электронном виде. Это формы для литья, с помощью которых делают запчасти для самолета Ил-2. Изготовлены они на 3D-принтере. Какие-то детали были утеряны в процессе долгой эксплуатации памятника. Какие-то отсутствовали, какие-то были сделаны, к примеру, из дерева. Перед нами встала задача изготовить максимально достоверный макет в кратчайшие сроки. И для этого мы активно начали использовать аддитивную технологию. То есть посредством 3D-принтера мы готовим по сохранившимся чертежам мат-модель. Кроме деталей для легендарного штурмовика, в литейном цехе изготавливают уникальные архитектурные детали зданий. Вот эти ручки отправятся на двери дворца детско-юношеского творчества. Далее последует работа по восстановлению квартала около музея имени Петра Алабина. Процесс литья, он всегда немножко такой таинственный. Мы всегда, когда заливаем, надеемся, что все получается. Но не всегда все получается, потому что металл, можно сказать, живет какой-то своей жизнью. И зачастую даже какое-то свое внутреннее настроение может передаться от плавильщика, от литейщика. Такая работа стала возможна благодаря альянсу литейщиков, инженеров, моделирующих в 3D и художников. У каждого своя роль и объединяет их любовь к своему делу. Желание, интерес к этому делу. А вот желание и интерес у нас на кафедре возник с приходом, ну, не знаю, хороших квалифицированных специалистов, выпускников нашей кафедры. Они буквально вдохнули вот последний год, вот они пришли всего год назад, и за год у нас произошли на кафедре, прямо, не знаю, кардинальные какие-то изменения. В литейном цехе далеко идущие планы, и кто знает, какие еще объекты Самары могут быть восстановлены или усовершенствованы с помощью 3D-принтера. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. 90 лифтов заменят в Самарской области в этом году в рамках региональной программы капитального ремонта. Все чаще жители просят заменить им вид работ, вместо фасады обновить подъемники. В доме по улице Галактионовская ремонт почти завершен. В чем преимущество новых лифтов, расскажет Лариса Шулафаст. Лифты в подъезде 277-го дома по улице Галактионовская чаще стояли, чем ездили. Подъемники проработали 20 лет и давно требовали ремонта. Жильцы дома часто испытывали технический сбой лифтов. По 40 минут сидели, у нас есть люди-инвалиды. И эксплуатацию этих лифтов еще два года мы должны были терпеть. Мы изменили ремонт фасада на замену лифтов. У нас жильцы очень довольны. Сейчас замена лифтов стала все чаще и чаще. Люди, собственники, просят заменить им другие виды работы на замену лифтов. Потому что лифты изношены, уже срок подходит. Мы идем на встречу в рамках возможностей законодательных и заменяем им лифты. Специалисты уже сняли старые подъемники, сейчас устанавливают новое современное оборудование. Теперь лифты здесь будут энергоэффективны, с плавным бесшумным ходом, с антивандальным покрытием. И что особенно важно, с усиленной системой безопасности. У нас шесть цепочек безопасности, начиная от верхнего расположения ловителей. На кабине есть цепочка безопасности, в приямке, там натяжное устройство тоже. Они полностью безопасны. По программе капитального ремонта в области за три года заменили 600 лифтов. В планах на этот год обновить 90 подъемников. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. В пристанище для пьяных в Самаре работает три медпункта наркодиспансера на 10 коек. Несколько часов до полного отрезвления там могут провести пьяные, подобранные на улице. В это время они находятся под чутким присмотром врачей. Многим из них такая забота спасла жизнь. О героях и антигероях нашего времени наш следующий репортаж. Здесь и спать уложат, и душевную беседу проведут. В пункте временного размещения лиц в состоянии опьянения чисто, тихо и безопасно. Посетители поступают сюда со всего города. Среди них задержанные полицейскими для медосвидетельствования, но большинство пьяные, найденные на улице. Сначала скорая привозит их в приемный покой больницы, где человека обследуют по полной программе. УЗИ, МРТ, Рентген. Затем он поступает сюда. По желанию прибывший может остаться, чтобы выспаться и протрезветь. В это время врачи наблюдают за его состоянием. В алкогольном пьянении мы зачастую не можем выявить жалоб пациента. И оно как бы скрывает многие опасные состояния, которые могут стать угрозой жизни пациента. То есть это в том числе и черепно-мозговые травмы. Ее невозможно было на ранних стадиях выявить, она прогрессирует. Соответственно, его на операционный стол оперируют внутричерепную гематому, которой не было, когда он поступал в детском. И, соответственно, спасают ему жизнь. Таких случаев немного, говорят врачи, 4-5 в месяц. Всего через пункт наркологического диспансера проходит в среднем 90 человек в месяц. Среди них есть и женщины, одна на 8 мужчин. Практически со всеми посетителями работают полицейские. Пьяный сон на газоне сам по себе является нарушением общественного порядка. К сожалению, полиция здесь постоянно не дежурит. Но в последнее время мы достаточно неплохо наладили контакт. По первому звонку приезжают сотрудники полиции. Просто набирают, оформляют людей. В Самаре работает три таких пункта медицинского освидетельствования и временного размещения жителей, утративших способность самостоятельно передвигаться. При больнице имени Семашко, Пирогова и номер 7 в поселке Управленческий. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Дачный сезон стартовал в Самаре. В этом году изменилась схема маршрутов. Место отправления перенесли с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь. Причина – ремонт Южного моста. Удобно ли это дачникам? Узнавал Сергей Кизоркин. Удобные остановки – касса по продаже сезонок. С 1 мая с Хлебной площади можно уехать на дачи как по двум старым маршрутам, так и по шести новым. Эти автобусы раньше отправлялись с автостанции «Аврора». Редислокация произошла из-за ремонта Южного моста и путепровода над железной дорогой. Ограничено движение транспорта общей массой более 3,5 тонн. Весь подвижной состав, который используется для перевозки пассажиров в городском округе Самары, превышает данные габариты. Поэтому нам пришлось разработать временную схему организации движения. К дачным переменам горожане отнеслись с пониманием. Я живу в 13-м микрорайоне. Час, вот час ровно ехала. Поэтому на «Аврору» час и сюда час. У меня одинаково получается. Что делать? Приходится терпеть. Мост ремонтировать давно пора. Я живу в Куйбышевском районе. И я сегодня первый раз пришла. Сейчас узнаю. Если на крыжу останавливать буду, я буду с кряжи вообще ехать. Вот мне удобно. Когда пойдет клубника, когда поливные вот эти дни, а так нет в принципе, ну по 30. А когда самый такой, ну идет уже урожай, то да, бывает по 70 человек, по 60 в автобусе. Сейчас пока по наполняемости не меньше 20-25 человек. Тем не менее, некоторые садоводы предлагают еще одно решение дачного вопроса. Из Кошелева я еду сюда через весь город. Когда построили южную, вернее, по Керва, можно пустить еще транспорт. Этот вопрос городская власть уже решает. А тариф на перевозки сохранили на уровне прошлого года. 2 рубля 2 копейки за километр. Для удобства пассажиров продаются сезонки на 4, 8 или 16 поездок. Автобусы отправляются в рейс каждые полчаса. Первые в 6 утра, последние в 20.00. Кроме выходных за город можно уехать еще в среду и пятницу. 34 самарских дачных направлений обслуживают 80 автобусов. Они будут курсировать до 29 октября. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Не стареют душой ветераны. Игроки Крыльев Советов в прошлых лет, в день рождения клуба, приехали на стадион Самара-Арены. И сыграли товарищеский матч со строителями. Футбольной атмосферой возле нового спорт-объекта пропитался и Андрей Горгуленко. Кто бы ни приезжал от Крыльев Советов на строящийся стадион, строители всегда встречают гостей футбольным матчем. В этот раз против рабочих играли ветераны. Пока на будущем газоне стоят краны, матч в честь 75-летия клуба сыграли на песке. Профессиональные футболисты победили 3-0. Для них в удовольствие играть на любом покрытии. Мы готовы в эту игру играть где угодно. На песке, на асфальте, как и в детстве. Поэтому для нас это нормальная ситуация. И очень приятно и со строителями, и все в дружественной атмосфере. За свою 75-летнюю историю футбольный клуб Крыльев Советов сменил не одну домашнюю площадку. Свой первый матч в 3 мае 42-го года они проводили на стадионе «Локомотив». С тех пор играли и на стадионе «Динамо», и на «Металлурге». И вот ветераны приехали посмотреть, где в следующем году Крыльев Советов будут принимать домашние матчи чемпионата России. Многие ветераны не впервые на стройке «Самара-арены». И приятно удивляются тому, как быстро растет стадион и как многое изменилось за два года. Футболисты надеются, что проинспектируют еще и газон, когда он будет готов. Хотя бы разочек еще выйти, потоптать настоящее зеленое поле на таком газоне, я бы с удовольствием был бы рад. Я такого еще, честно, в своей жизни не видел. Такое современное, столько металла, такой размах. Меня просто это впечатлило сегодня. Сейчас на стадионе монолитные работы почти завершены. Строители уже приступили к отделке внутренних помещений. Также продолжается монтаж основной части купола. Готовая арена больше, чем на 60%. И на следующий год «Крылья» свой день рождения отметят на поле уже внутри стадиона. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Перед поездкой на стадион ветераны «Крыльев Советов» посетили презентацию серии почтовых марок с изображением легенд футбольного клуба. Гашение проводили особым штемпелем. В блоках 24 марки, которые выпустили специально к 75-летию клуба. На них изображены 20 спортсменов. Некоторые из них присутствовали и на торжественном мероприятии. «Крылья Советов» – первый российский футбольный клуб, запустивший свою серию марок. Заказы на уникальный товар поступили уже из других регионов России. «События действительно очень волнующие, очень трогательные. Собрались ветераны, была проделана огромная работа и людьми, фонсоры марки. Это действительно уникальная история. Это первая в России марка, посвященная именно футболу, футболу клуба, футболистам, его истории. Это очень значимое событие. Конечно, приятно. Это все-таки такая память будет. Не только мне, но и всем любителям, которые коллекционируют эти марки, и всем ребятам, которые изображены здесь». Интеллектуальный марафон для взрослых и детей. Самарская область присоединилась к Всероссийскому фестивалю науки. Ведущие специалисты из разных сфер ежегодно представляют свои разработки, чтобы удивлять, развлекать и вдохновлять на новые открытия. Десятых площадок открылось в Самарском университете. Что презентовали ученые, увидела Лариса Шулафаст. На фестивале науки самарские студенты-биологи презентуют новую технологию. При помощи специальных бактерий выращивают целлюлозу. В будущем это может спасти тысячи деревьев от вырубки. А также применять материал можно в медицине. Также бактериальную целлюлозу можно использовать в качестве медицинских поязок, пропитывая ее определенными веществами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие. Занятие по душе здесь найдет каждый. Для совсем маленьких – химическое шоу. Для тех, кто постарше – съемки фильма и экскурс в историю Древней Руси. На дне науки любой желающий мог не только пополнить свои знания, но и примерить на себя исторический образ. Вот примерно так в 13 веке могли выглядеть журналисты. Свои экспонаты представляет исторический музей Средневековья. Здесь можно узнать и увидеть, в какой амуниции и с каким оружием шли в бой наши предки. Вот этот самый интересный момент, когда человеку реально становится просто очень интересно, как он может потрогать, прикоснуться к предметам, которыми 800 тысяч лет назад пользовались его предки. Это, конечно, уже человек немножечко преображает. Фестиваль науки проходит в Самарской области уже пять лет. Наглядная демонстрация достижений самарских ученых способствует популяризации науки не только среди студентов, но и всех жителей города. У нас сегодня практически нет организованных групп школьников. У нас есть очень много горожан. Я считаю, что это очень хорошо. Это один из тех результатов, которые, собственно говоря, мы достигли благодаря этой пятилетней системной работе. Следующая масштабная научная акция пройдет осенью в Новокуйбышевске. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Легендарной постановке самарского тюза «Бумбараж» исполнилась 20 лет. С этого спектакля началась другая история детского театра. Новая сцена и новые спектакли, прогремевшие на всю страну. Премьера «Бумбараж» открыла в 97-м году новую сцену театра «Самарт». Как оценили нынешний спектакль его создатели, смотрите в нашем репортаже. А на рассвете я уеду на ту германскую войну. Ты играй, играй, тальянка, там уж и пола судьба. Кому больная гулянка, кому больная таза. Спектакль «Бумбараж» здесь играет уже 20 лет. Постановка самарского тюза открыла в 1997 году новую сцену «Самарта». На следующий год спектакль выдвинули на «Золотую маску» почти во всех номинациях. Высшую театральную награду «Бумбараж» получил за лучшую работу художника. Сегодня спектакль вместе со зрителями смотрят те, кто когда-то над ним работал. Исполнители роли «Бумбаража», а сейчас главный режиссер Ульяновского театра Эдуард Терехов, режиссер Адольф Шапира. Новое дело, оно всегда привлекательно. А это было новое дело. Как бы не просто новый этап театра, а некоторое его преобразование. И не только касающееся здания, но и привлечения новых людей, художников. Эта постановка необычная. Главные роли исполняют актеры из первого состава и современная труппа. Не сомневаюсь, что Павел сегодня здорово сыграет эту роль, но я думаю, что я буду играть, наверное, вместе с ним. Поэтому я не смогу оценивать этот спектакль. Это для меня слишком эмоционально, для того, чтобы оценивать. Это гигантская часть моей жизни. Это этапный спектакль для меня. Со дня премьеры прошло два десятка лет, а история «Бумбаража» не оставляет зрителей равнодушными. Ни направо, ни налево, ой, прямо в рай. На небо пан, или пропал. Валерия Макарова, Андрей Волков, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»